Мадина Нариман может работать из любой точки мира. Она СММ-специалист и легко публикует посты из дома, кофейни или отпуска. Правда, наряду со свободой передвижения при дистанционной работе есть и трудности. У меня сейчас есть четыре проекта. Я веду их все удаленно. Раз в неделю могу приехать в офис. Но удаленка – это не так-то просто. Как кажется, ты на связи 24 на 7. В любое время могут написать, что нужно срочно выложить пост. Поэтому самое главное при дистанционной работе – это выстроить границы и установить график. В бюро нацстатистики провели выборочный опрос. Оказалось, что на удаленке работают меньше одного процента казахстанцев, то есть всего 22 200 человек. За второй квартал 2024 года самые максимальные дистанционно занятых наблюдается в Алматинской области и в городах Астаны, Алматы и Шумкенте. Наибольшее количество работающих дистанционных в городе Алмате – 4784 человека за второй квартал 2024 года. И по 2569 город Астана и в Шумкенте тоже 2 128 человек. Эксперты рынка труда говорят, реальное количество работников на дистанционке может быть намного больше. Пандемия показала, что около трети занятых могут перейти на домашний формат. Удаленно в основном работают высококвалифицированные специалисты – юристы, IT-специалисты, рекламщики, сотрудники консалтинговых компаний. Некоторые предпочитают гибридный формат – несколько дней в офисе, несколько на удаленке. Со стороны работника, конечно, как я уже говорила, экономия времени, не тратить время. Это может быть способность концентрироваться, если у тебя созданы условия для работы, условно лишний шум, не open space, ты концентрируешься на задачах. Ты более гибок, то есть ты можешь работать не просто из дома, если у тебя полный дистанционный формат. Ты можешь вообще переехать в другую страну и работать оттуда. Если мы говорим про работодателя, то, конечно, для него это экономия ресурсов, то есть нет необходимости арендовать офис, есть возможность привлечь сотрудников с разных регионов или с разных стран. Казахстанцы во мнениях разделились. Одни предпочитают работать по старинке, другие выбирают свободу передвижения. Мне удобнее сегодня на удаленке, потому что через удаленку я могу с любого места земли, с любой точки земли, могу работать, взять с собой, я не знаю, тот же планшет или ноутбук. На удаленке. Почему? Ну, можно совместить с учебой. В офисе, вам нужно постоянно находиться с утра до вечера в офисе, это во-первых. Во-вторых, если у вас, может быть, выйти срочные дела или там подобие, вы должны отпоситься. По мне, в офисе, да, там условия хорошие там. Минусами удаленки эксперты называют нехватку общения и командного духа. Кроме того, работнику может быть сложно дисциплинировать себя. При этом в мире все сильнее склоняются к удаленной работе. В развитых странах из дома работают до 23% работников, в странах с развивающимся рынком до 17%, в странах третьего мира до 13%.